День на разворот День на разворот День на разворот День на разворот Это будет у нас кукольный театр, рядом с кукольным театром. Установка запланирована на четверг, если всё хорошо с погодными условиями будет. То есть те, кто желают посмотреть, как это будет происходить, исторический момент, приходите. Это прям вот в четверг надо там с 8 утра дежурить или вы скажете примерное время? Примерное время сказать сможем позже. То есть это всё равно где-то будет днём, да? Да, это днём. Я думаю, что обычно ставим в первой половине дня. Возле кукольного театра она будет где-то на земле или где-то она будет там, не знаю, на стене. Она будет находиться, вот знаете, там лестницы есть. Есть вот такие вот, как сказать-то, перила или парапет. Ну, перила, парапет, да, да, вот эта вот конструкция. Вот на них как раз и будет находиться. Как вы выбирали вообще места для размещения? А, простите, не спросила, а как зовут-то её? То есть там у каждой кикимеры есть какое-то своё имя или функционал? Да, богатство. Ребята, кому нужно богатство, подходим. Вот оно, с чего нам всем так не хватало. Оставляем денежку обязательно рядом с кикимерой. Так. Не забываем благодарить кикимеру. А там у неё какой-то лоточек или что-то, да? Какой-то лоточек, который можно это складывать. Нет, просто рядом. На площадочку, да? На площадочку рядом с кикимерой, да. Она будет красивая, в красивом венке, в паре с лягушонком, который будет ей показывать зеркало. Она такая будет вертеться вокруг этого зеркала. Вот. И на площадочке между этими фигурками можно будет оставить монетку. Слушайте, а большого размера вообще они? Мы вот пока с Дарей не добрались и руками не потрогали. Они там 50 сантиметров высоту, поменьше. Она в стоячем состоянии, когда вот стоячая фигурка, это 30 сантиметров. 30 сантиметров. В сидячем, ну, сантиметров 20. Ну, это как ноутбук. Я вот сейчас смотрю на свой ноутбук. Ну, такая она, не маленькая. Чтобы снегом не замело. Видите, у нас регион северный. Снега много, чтобы нечаянно не снесли её при снегоуборе. Ну, когда убирают машинами снег. И чтобы видно было. Вы их как вообще устанавливаете? В плане техническом? Да, как они закреплены? Этот вопрос, наверное, к мужчинам нашим. Лучше адресовать к ребятам, кто устанавливал кикимор. Ну, там всё плотно. То есть, смотрите, вот из того, что я видела на фотографиях, это такая площадка. Не везде. Не везде, да? У каждой кикиморы разные. У нас есть девочки, которые сидят, и есть девочки, которые стоя. Вот те, которые сидят, девчонки, они все на площадках. То есть они так прикреплены, да? А те стоячие девчонки, то есть у них там другое крепление. Но вы же не на суперклеи, не на суперклеи. Нет, нет. Технические. Это сварка, это химический анкер. Это какая-то химическая сварка, химический анкер, что-то вот из этой. Ну, вот мы одно слово запомнили, химический анкер. Понятно. И всё, да. То есть их отломать вот так, если не хочешь сломать, случайно сломать, наверное, сложно, да? Знаете, сломать вообще всё, что угодно можно, потому что у нас даже чубунные крепления. Тут у нас паскую машину сломали, эту металлическую. Если задаться целью, вообще всё возможно. Всё возможно. Нет, тут я думаю, Аня, именно вот о какой-то вот упоминали, уборку снега. Да, 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 да. Ну, там просто, видишь... Но мы постарались их всех высоко посадить, не на земле. Например, в Калининграде и в Симферополе они прямо на земле находятся, но там снега нет. У нас такое невозможно. Да, не посадишь у нас на земле, действительно. У нас вот здесь несколько лет назад бетонную клумбу утащили вместе с сугробами в процессе уборки снега. Просто погрузили в машину и увезли, не заметив, что там внутри что-то более тяжёлое, чем сугроб. Что-то там как будто лёд какой-то, да? Вернули на место? Нет, к сожалению. Мы даже не знаем судьбу дальнейшую. Ну ладно, уже обидно, но пережили. Аня, вопрос повторю, да? Места. Как вообще вы сделали? Места мы хотели всё в центре сделать. Именно в историческом центре, я так понимаю. Судя потому, что в Первомайском. Все же в семь фигурок, получается, в Первомайском районе. Давай объясним, почему Первомайский район. Давайте, давай. Объясни, объясни. Потому что Вячеслав Николаевич Симаков, это глава Первомайского района, очень открыт к любым диалогам. Он с радостью отреагировал на всю вот эту нашу идею, ходил вместе с нами по городу и не раз ходил с нами по городу, показывал, искали места. Несколько раз места у нас менялись, потому что где-то было невозможно установить камеры. Ну, для нас это было в приоритете, естественно, видеонаблюдение. Ну и вот так, вот таким образом. Мы совместили наши желания с возможностями установки. А вы на все теруправления выходили? Или изначально знали, что вот Вячеслав Николаевич, в принципе, контактный человек, да, идёт на такие инициативы? Да, мы сразу как-то к нему, да? Ну, нам сказали, что он очень за всё. Болеет душой. Болеет душой, да. И прямо сам непосредственно часто бывает в этом участвует. Он потому что и на установке присутствует где-то. То есть нам это важно, чтобы человек был включён в процесс и беспокоился за него точно так же, как и мы. Кому важен будет этот. Фигурок изначально планировалось семь? Да. Почему именно семь? Это число нашей области. Тоже какое-то счастливое число. Мы, наверное, Дарья взяли по семи холмам, да? Семь холмов, семь кикимор. И поэтому вот мы как-то привязали к Киросской области. И персонаж сам привязали, когда выбирали, кого, да, выбрать. И число мы тоже выбирали, как семь холмов, счастливое число. То есть как-то становились всей командой на... На семи. На семи, да. А есть шансы, что их будет больше? Ну, вот сейчас, смотрите, Вячеслав Николаевич сейчас скажет, у меня все семь. Все остальные главы территориальных управлений позавидуют и скажут, а мы тоже у себя хотим в районе что-нибудь подобное. Тогда мы тоже открыты к диалогу. С другой стороны, слушайте, семь в одном районе, семь в другом, семь в третьем, семь в... Двадцать восемь кикимор, это, наверное, многовато уже в Киросской области. А в Симферополе их сорок. Да ладно. А что значит многовато? То есть ты идешь и такой, ох, ну еще одна кикимора. Прямо замучился, смотри. В Симферополе их сорок, пчелка-учитель, пчелки-семья, пчелка-йог, пчелка-стоматолог. А в Симферополе пчелки, да? Да, у них там пчелки, да. Мы знакомы с организаторами, мы сейчас с ними активно тоже работаем. Тоже очень открытые люди, то есть вот у них сорок по количеству. И никто не жалуется. Никто не жалуется, да. Мне кажется, таких штук вообще мало не бывает. Это же классно, когда есть у города какая-то своя фишка, потому что знаю, что даже в Кирове есть люди, которые, мы же еще не осветили вот где-то, да, там, карту. То есть они ходят и прямо глазами ищут, где кикиморы, где кикиморы. Дети радуются, аж пищат, когда находят их. В общем, Первомайский район. Ходите по Первомайскому району, и все это здесь, вот на берегу, на этом берегу Вятки. Да. В этой части Первомайского района. В общем, немножко подсказку ему, получается, сделано. На самом деле, не, мы сейчас расскажем, конечно, где они стоят. Я думаю, что вы достаточно охотно это афишируете, несмотря на то, что вроде они такие маленькие, уже с одной произошел казус, да, ее сломали, я так понимаю. Но там не было умысла на то, чтобы ее украсть. Да, да. Вообще получилось случайно у человека. То есть фонтан, парящий камень. Да. Мужчина отдыхал, был в состоянии алкогольного опьянения, а там же силы много и не рассчитал. Просто хотел сфотографироваться и проверить ее на прочность, я не знаю. Ага, понятно. А это, кстати, это вот такая история достаточно распространенная. Сломается, не сломается, сломается, не сломается. А ну-ка попробую. Да, и сломал. И сломал. И нечаянно сломал. Ну, по камерам мы его нашли. Деньги он нам вернул. Как только на него вышел участковый, он сразу сказал, да, да, все, виноват, каюсь, грешен, держите деньги. Понятно. Забери установку, он деньги нам тут же перечислил. Но фигурка сама не пострадала, то есть она просто лежала там, да, получается, рядом. И да, и мы как организаторы учли, что крепление то было не очень надежно. И мы переделывали как раз вот на эти химические, на химический анкер вот этот вот. Что-то там садить будут на химанкер. Понятно. Ну, в смете там присутствовало такое слово. Так, давайте мы тогда поговорим о том, каким образом вообще пришла идея. И вот мы с самого начала не сказали. То есть все говорят, что это группа активистов, группа активистов. Откуда вообще вот ваша группа взялась? Как вы собрались-то вместе? Вряд ли у вас общество какое-то было любительное. Анонимных. Анонимных любителей вятских химор. Да, да, да. Смотрите, как мы объединились. Мы вместе с ребятами проходили один из тренингов. Тренингов. Тренингов личностного роста, как это называется. И у нас была лидерская программа. И там есть множество заданий. И одно из заданий у нас было такое. Сделать для города какой-то общественный проект. Общественно важный, нужный, который понравится жителям города. У нас было несколько проектов. На самом деле мы выбирали между несколькими. И мы, видимо, с Анной настолько были вдохновлены тем, что мы придумали однажды, когда ехали в машине. И что мы смогли заразить других людей, других ребят. Этим проектом. И всех вовлечь в это. И вот он и получилось. А вдохновились мы несколькими проектами. Не только Калининградом. Были калининградские хомлины. А там были хомлины? Домовята, да? Домовята. Это хранители города. Да, да. Это были симферопольские пчелы. Есть еще и рязанские грибы. А в Рязани грибы, понятно. В Рязани грибы с глазами. Там у них так. Но у них такие достаточно большие фигурки у нас поменьше. Вот мы вдохновились этим проектом, предложили ребятам. И вот спустя год у нас была отрисовка, 3D-моделирование. Много чего было. Много споров даже внутри команды было. И вот мы через год этот проект воплотили в жизнь. То есть вот 7, получается, фигурок и год работы. Да, год работы. Глодотворной, бурной работы. Бурной работы, да. Согласование с администрацией, вот этих всех дел. И мы это сделали. Мы очень гордимся собой. Мы очень довольны. И нашей командой. Были вообще проблемы какие-то в плане согласования мест? Вообще не было. Я не знаю, какие-то инженерные коммуникации? Нужно было учесть еще что-то? Это да. Изначально были выбраны места. Но потом, когда пошли с ребятами, которые устанавливают камеры, они говорят, здесь невозможно поставить, тут невозможно. И мы прямо на ходу с Вячеславом Николаевичем посадились в машину, ехали, искали какое-то другое место, смотрели, где какие камеры. Он тут же звонил, договаривался. Возьмете под видеонаблюдение наших кикимор. Важно камеры. То есть наличие камер на каждом объекте, чтобы кикимора была под присмотром. На самом деле они сейчас все под присмотром. Везде видеонаблюдение. Это для тех, кто случайно вдруг решит проверить, оторвется, не оторвется. Сразу говорим, мы вас видим. Лучше не пробуйте. Да, и вот последнюю как раз кикимору мы ждали, что установят на здании суда камеру. И поэтому вот немножко подзатянулось. С камерами было дело. Из чего они сделаны? Это сплав бронзы. С чем-то, да? С чем-то. Мы опять же с женской части. Мы знаем, что там есть бронза. И на этом все. Я, кстати, посмотрела, что такое химический анкер. Ну, это как анкер. Это, собственно, анкер и жижа какая-то. То есть в отверстие заливается жижа, и все дела анкером крепятся. И там происходит какая-то реакция, все тепленькое становится, как нам объясняли. И намертво закрепляется. Понятно. Давайте пробежимся тогда по самим этим фигуркам. Подождите, давайте выясним, да, действительно, откуда вообще? Вы же сказали, что вы рисовали, отрисовывали, да? Это вы сами делали или кто-то? Кто-то в вашей группе имеет? У нас художница. Нам порекомендовали девочку-художницу. Я так поняла, она тоже наша, кировская. Это мы недавно тоже узнали, училась в политехе. Вот она нам отрисовала кикимор. И нам её рекомендовали как человека, как художника, которому, в принципе, нравится этот персонаж. Она любит кикимор. Понятно. Поэтому выбор пал на неё вот по такому принципу. Чтобы они получились привлекательными, да? Да. Вообще задача была сделать кикимору какой-то молодой, озорной девчонкой, доброй. Потому что, ну, тут у нас мифологию примешивали. Расходится как-то немножко, да, с тем, что мы привыкли думать о кикиморе. Да, да. Ну, на самом деле, мне кажется, после кикиморы вятской, актрисы ведь, которые её, я не знаю, как это правильно назвать, актрисы, да? Ну, да. Которая играет, символизирует её собой. То есть она ведь тоже молодая. Да? Поэтому у меня вот никакого диссонанса. Уже спустя столько лет там, да, популяризации этого персонажа не возникает. Понятно. Мы же сами можем сформировать легенду о ней. Так, ну вот, значит, эти кикиморы, они разные. Они все имеют, каждый из них имеет своё название. Богатство – это вот та, которая появится возле… Возле кукольного театра. Возле кукольного театра, да. Остальные, как они называются? То есть, ну, вот первая у вас появилась где? Первая любовь появилась на улице с Паской. Это самое начало пешеходной части. Возле театра, получается, где-то там? Или возле машины? Немножко ближе к улице Ленина. Она напротив кафе Брусника находится. Это первая фигурка, которую мы установили. Второй была удача. А вторая там пачкой поставили. Там поставили несколько сразу. Удачу мы поставили. Удача – это рядом с поляной сказок. Удача. Это зафилармония. Зафилармония. Это гагаринский парк. Посетите обязательно. Третьей была здоровье. Это Александровский сад. Вот там как раз поляна сказок-то и находится. Это моя любимая кикимора. Она даже у меня на заставке на телефоне. Она, похоже, йогой занимается. Она занимается йогой, да. И йогой же занимается лягушонок, который у неё на голове находится. Искренность – это парящий камень. Семья. Вот тоже очень популярная фигурка на набережной, возле шахматного домика она находится. Да, подождите, а там одна кикиморка, да? Там она одна, сидит, наливает чай на лягушонку. Лягушонку. Да, и у неё уже нос натерт до блеска, до золотого блеска. И чепчик у лягушонка. И время от времени деньги появляются там рядом с этой кикиморкой. А это папа, наверное, из заработков приносит? Ну, раз семья. Наверное, наверное, да. Не знаю, это папа, муж, где он? Раз у него нет, значит, он где-то работает. Слушайте, я думала, должно пройти прям какое-то очень длительное время, чтобы вот эти вот потертости от рук появились. Уже можно, значит, есть ещё яркость на мосту, она с распахнутыми ладошками, и лягушонок у неё тут на груди. Ладошки тоже вытерты все до блеска и у кикимора, и у лягушонка. И опять же у нас тут, опять, видимо, папа заработков вернулся, и денежку и сюда тоже положил, не только вот туда, к шахматному домику, но и сюда. У нас к трём кикиморам носят деньги. А люди сами их туда начали носить? Или вы как бы через соцсети распространяли? Нет, сами, сами. Мы не ожидали. Нам от подписчика пришло фото. Наша семья. И гора денег. И гора монет. Потом, конечно, эти деньги куда-то у нас исчезли, потом снова появились, потом снова исчезли, снова появились, и вот так вот. Так вам надо их собирать и куда-нибудь направлять ещё? Мысли тоже такие есть. Я думаю, собирают тем, кому прямо надо. Да, кому прямо, ну, да, это требовалось. В Кирове, в отличие от Петербурга, не надо к чижику нырять, да, то есть можно монетки ему так собрать. Монетки собрать так просто, да. Так, Аня, про какую ещё не сказала? А вроде бы всё. По-моему, все, да. Да, всех-всех, всех мы назвали. Я сейчас ещё посмотрела и поняла, что я в нескольких местах вот за последнее время была. Но не обратила внимания. Не знала. Не знала. То есть я знала, что они где-то стоят. Я видела людей на фотографиях, но не знала конкретно где, поэтому не искала. Как вы выбирали название, вообще смысловую нагрузку для каждой? То есть вот почему искренность, почему семья, почему богатство, почему удача? Это опять же было у нас командной работой. Кто-то что-то предлагал и так сообщали, решили. Но это семь ипостасей нашей жизни, да, наверное, семь видов бытия. Сторон бытия. Вот это мы хотели показать. Что людям бывает обычно важно в отношениях, ну там, в семье, вообще в жизни? Вот это оттуда. Почему фигурка, которая здоровье символизирует, сидит в позе йоги с лягушонком на голове? Почему это вот не спортивный зал, извините? Почему она не штангу поднимает? Что это за вредное влияние Запада, простите, Востока? Ну, прям в тупик поставили. У нас это задание было дано Юле, это наша художница, и она предложила вот в таком виде её сделать. И мы все хорошо отреагировали и согласились. Да, и она хороша получилась в позе йога, она получилась прям очень-очень гармоничная. Она очень симпатичная. Если бы, наверное, у девочки появились гантели в руках, это, наверное, было не столь гармонично. А вот тут получилась какая-то очень гармоничная, такая умиротворённая поза. Да, намешали ему, намешали. Нет, в этом нет ничего плохого совершенно. Это вопрос был такой больше для того, чтобы вы рассказали про неё чуть более подробно. Мы же современные какие-то. Мы же выбирали, да, мы же так по гармонии, по красоте выбирали. Ну, мы понимаем, да, сейчас если говорить про здоровый образ жизни, чаще всего это, конечно, ассоциируется с отказом от какой-то вредной пищи и какими-то практиками, в том числе и восточные какие-то практики. Упоминали вы приложение, да, по-моему? Да, будет готовиться. Что скажем, да, наверное, уже сейчас можно сделать объявление, что... Да, в ближайшее время, к 15 августа, у нас будет... К 18-му. К 18-му, да? Ага, хорошо, корректировка на три дня. У нас будет готова бета-версия. Это первая версия приложения. Мы вчера его тестировали, смотрели. И к 18-му августа будет готова бета-версия. И мы попросим наших жителей города Кирова протестировать вместе с нами это приложение, выявить его достоинства, недостатки, чтобы мы могли в дальнейшем бета-версию уже доделать до окончательной версии этого приложения. В этом приложении будет карта, где будут обозначены все семь кикимор. И важно будет обойти и поставить отметку у каждой кикиморы. То есть это квест такой будет? Да. Это будет квест для детей и для взрослых. И, конечно же, для гостей нашего города. В общем, подытожим. 18-го числа у нас выходит бета-версия. Месяц нам дали разработчики приложение на тестовый период. Чтобы выявить, что работает, что не работает. И также к середине сентября будут устранены уже все ошибки, и оно будет работать в полном режиме. Как оно будет работать? То есть ты приходишь к каждой фигурке, возле нее какая-то табличка. QR-код будет. QR-код нас будет отсылать в группу. Уверска кикимора, где будет ссылка на приложение и описание, как туда можно зайти, как зарегистрироваться, все вот эти технические дела. Вот и все. Скачивают приложение и дальше двигаются по квестам. Ну, это вот то, что... Ну, как бы такая интерактивная, что ли, да, игра. А квест сам, он в чем будет заключаться? То есть просто обойти? Смотрите, значит, обойти всех кикимора, и у каждого человека, кто соберет кикимор, будет своя коллекция. То есть у него будет где-то храниться коллекция кикимор, которые он собрал. Возможно, мы вот уже рассуждаем на эту тему и предлагаем такие варианты, какие-то итогово человек соберет всех кикимор, и в итоге он получит какой-то приз от спонсоров, возможно, каких-то, да. Мы технически предусмотрели эту возможность, но мы пока не реализовывали это. Вячеслав Николаевич Симаков с нами на связи. Он присоединяется к нам, поэтому я наших гостей попрошу наушники, надеюсь, что Вячеслава Николаевича слышите. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Я прошу прощения, Вячеслав Николаевич, начали просто разговаривать про приложение. Я сейчас еще уточню у девочек по поводу приложения. А почему решили именно приложение, а не, например, там, ну, к каждому QR-коду посадочную страницу, да, чтобы было бы, ну, проще, наверное, в техническом исходе. Что-то имеется в виду посадочная страница? Ну, то есть одностраничный сайт, ну, информация о кикиморе вела бы на страницу, да, бы. Ее, ее страницы. Вы хотите, как у вас какие-то далеко идущие планы на это приложение? Видимо, да. Мы хотели сделать интерактивный квест для детей и для взрослых, да. То есть не просто одностраничный, куда провалился бы человек рядом с каждой кикиморой. Мы хотели их объединить в один маршрут, в один квест. Но я думаю, что мы поподробнее немножко про то, что еще может быть в приложении, поговорим попозже. С Вячеславом Николаевичем хотел бы поговорить на предмет, во-первых, там, вовлеченности его, да, в этот проект. Нам уже сказали, что вы заинтересованы, ходите вместе с активистами, выбираете площадку, а потом помогаете сделать так, чтобы они в безопасности находились. Так ли это? Я заинтересован во всем новом благословище, районах и городах в целом. Поэтому какие инициативы появляются, какие-то новые идеи, я всегда стараюсь поддержать. Вячеслав Николаевич, вот как это было вообще? Как вам девушки пришли и что они вам сказали, что они вас убедили вообще? Пришли с картинками, можно сказать, там еще даже немножко в процессе нашего взаимодействия немножко изменились. И сказали такую идею, что во многих городах размещены такие вот персонажи, и они очень привлекают туристов, нравятся местным жителям и так далее. Поэтому мне очень понравилась эта идея, и сразу начали думать, куда, во-первых, поставить. Понятно, что как только у нас появляется что-то новое, тут же появляются другие люди, которым богатыри вятские, шаловливые ручки либо сломать хочется, либо унести. Поэтому первый вопрос был, конечно, это же обеспечить безопасность. Безопасность в первую очередь, чтобы можно было зафиксировать того человека, который что-то хотел совершить. Поэтому вот в первую очередь, конечно, места проходимые и где можно установить видеонаблюдение. Понятно, что бюджетных средств на это нет, поэтому стали смотреть по местам, обращаться к предпринимателям. Которые уже под камерами, да? Которые не то, что у них, да, камеры стоят, но они направлены куда-то в другое место. Но в данном случае они тоже, я вот на одной из улиц сказал, что ребята, когда будут туристы фотографироваться, на заднем плане стоит вот ваша, допустим, вывеска, уже вы будете появляться там-то, там-то, там-то у вас некая реклама. Кто-то просто без всякой рекламы, без какой-то заинтересованности. Ну, могу сказать, вот компания «Уралхимия», когда мы выбрали место в районе моста через Слободской спуск, я просто зашел, спросил, можно ли вот там камеру повернуть, развернуть. Ну, что они мне сказали? Это, наверное, будет не совсем правильно. Давайте мы установим новую камеру, чтобы это место было видно и защищено. И вот таких примеров достаточно. Поэтому в таком плане и отработали. В общем, предприниматели тоже с пониманием отнеслись к новым объектам эти, туристическим, получается. Да, 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 да. Ну, вот, как девочки сказали, семь фигурок, шесть камер уже установлены. Вот на этой неделе вот там последняя камера и фигурка установлены. Поэтому, ну, и тем более, уже был пример, когда пострадала, и камера отработала. Написали заявление, отдали материалы, видео, правоохранительные органы, незамедлительно нашли героя, все. Мне прямо вот интересно, я не знаю, как это сейчас работает, а как вообще? Ведь у него там на лбу фамилия не была написана, что это гражданин такой-то. То есть как-то по лицу его, получается, опознали или соседям показали. Это уже вопросы к ним, то есть от меня поступило заявление, я приложил видеозапись. И все. Где видно замечательного человека, как он выглядит, во что одет, поэтому более у нас же некоторые люди, они неоднократно попадают. Понятно. В поле зрения камеры, фотоаппарата и так далее, поэтому... Вячеслав Николаевич, а вы не знаете, а кто монетки забирает? Может быть, вот это можно камерой установить? Вообще просто интересно. Нет, но это можно посмотреть, конечно, потому что, как я уже сказал, у каждой фигурки есть монетки. Но вот у нас тоже раньше, когда книгообменник стоял, у шахматного домика тоже, сначала было очень большое количество книг, потом они какие-то менялись, потом они стали уходить, уходить, уходить. Меня тоже заинтересовало, что за книголюб оказалось, вот это вот лица без определенного места жительства, вот они эти собирали книги, там кто-то в макулатуру сдавал, кто-то еще куда-то девал. А кто-то читал, может быть, кстати. Кто-то читал, да. У нас ведь есть небольшой книгообменник в Александрском саду, выглядит в виде кормушки для птиц закрытой, и вот бабушки, сколько раз у меня на глазах книжечку положат, книжечку возьмут, все хорошо. Понятно. Просто с монетками, ты видишь, люди же не на что-то конкретно эти монетки собирают. То есть забрал человека, ты ему скажешь, а я, 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 что я ничего не нарушу. Пусть ради бога для горожан кому надо. Просто интересно, да, кто может это делать. Вячеслав Николаевич, хотел еще вот о чем вас спросить. Не было ли у вас каких-то проблем или противодействия со стороны... Я прям вот очень извиняюсь, но со стороны епархии, да. Я почему-то вчера подумала, что вот эта вся история с кикиморами, может, им не очень понравится. Может быть, кто-то мнение свое высказывал, что не в Первомайском бы районе, насыщенном храмами, устанавливать вот эту вот непонятную фольклорную даму. Нет, вопросов, рассказ, вопросов никаких не было. И сразу ведь говорили о том, что есть сказочный персонаж, есть у нас вятские кикиморы. Мы же проводили там международный фестиваль сказок и так далее. Но ни у кого это не вызывало никаких отторжений. Поэтому не было никаких обращений негативных. В общем, не надо относиться серьезно, да, к этому... Это просто вот такая сказочная фигура, да, получается? Понимаете, у любого слова, у любого предмета есть несколько там предназначений, несколько каких-то функций. Поэтому зачем искать плохое? Все понятно. Сказочный персонаж, который украсил наш город, который заинтересовал жителей. Потому что я постоянно наблюдаю, как люди реагируют. Вновь увидев там или в первый раз, и туристы, и просто прохожие. Море эмоций, радостей. Абсолютно разный возраст, от маленьких детей до взрослых дядей. То есть тут, не знаю, это только положительные. Но она очень симпатичная, мне кажется. У кого она может вызвать негативные эмоции? Все эти девочки, они очень симпатичные. Ага, Вячеслав Николаевич, смотрите, вот и Виктория, и Аня говорят, что сразу пошли к вам, то есть репутация ваша бежит впереди вас. Как человек, который готов включаться. Да, то есть сразу первом эскатер управления, потому что люди говорили, что вы отзывчивые, все такие инициативы поддерживаете. Вы вообще за такие вот штуки получаете какие-то, я не знаю, там, плюсики по службе? Да, потому что это же явно, то есть это не финансовый проект, да, с него никто там не получает каких-то очевидных явных выгод. Для вас дополнительная нагрузка получает. Не знаю, коллеги там такие, так, Симаков опять там с какой-то своей самодеятельностью. Ну, нас так не заведено. Это, как говорится, кому как повезло, кому пришли, кому не пришли. Понятно. Это абсолютно как бы от души делает, потому что мне нравится, когда люди что-то позитивное видят. Главное отношение с жителями, и все. Мы-то, собственно говоря, сейчас вашему начальству намекаем на то, что вообще надо как бы поддерживать и поощрять такие вещи, и готовность как-то включаться в работу с жителями города, с активистами, надо поддерживать. Но я понимаю, что вы... Нет, поощрения всегда присутствуют, и бывают и поощрения, бывают и наказания здесь, и как на любом рабочем месте. То есть без ошибок никто не обходится, поэтому бывает все. Понятно. Ну, в общем, мы кикиморам желаем здоровья всяческого, да, чтобы люди не покушались на них и не портили. Вячеслав Николаевич, спасибо вам большое за помощь, за поддержку. Я думаю, что там не в первый раз и не в последний вы активистам помогаете. Ну, Первомайскому району мы желаем как можно больше туристов на территории района. Вот, бизнеса понимающего, который поддерживает. Спасибо. С Вячеславом Семаковым мы сейчас попрощаемся, убежим на рекламу, вернемся к нашим гостям в студии и еще поговорим о смысловой нагрузке. Возвращаемся в студию. У нас в гостях Виктория Марусова и Анна Чебрина. Это координаторы общественного проекта «Вязкая кикимора». У общественного проекта вот сейчас уже шесть фигурок установлено в Кирове. Маленьких, 30 примерно сантиметров в высоту, маленьких кикимор. Это наш сказочный персонаж, соответственно, «Вязкая кикимора». Седьмая фигурка появится на этой неделе возле театра «Кукол». Это будет в четверг. Дежурьте, кто хочет посмотреть, понаблюдать за установкой и первым увидеть, как она будет выглядеть. Богатство, да? Богатство, богатство возле театра. Неплохо, неплохо. Вот. Хотелось бы поговорить про смысловую нагрузку. У общественного проекта «Вязкая кикимора» есть страничка ВКонтакте. И у этой странички, наверное, есть возрастное ограничение. 12 плюс или 16 плюс? Нет, наверное, без ограничений. Без ограничений. Это же для детей. Для детей, в том числе. Хорошо. И у каждой фигурки вот я вижу, что люди, которые подходят туда, они что-то должны делать вроде как. Ну, то есть мы уже видели, вы рассказывали о том, что там натертые у кого-то носы у кого-то ладошки. А что еще? Ну, то есть к каждой фигурке надо подходить, и что-то у нее можно попросить, или там что-то надо рядом с ней поделать, не знаю. Там возле фигурки здоровья надо приседать, например. Если хочется, то можно. Это можно, да? Ну, смотрите, мы в приложении предусмотрели все вот эти моменты. Это все будет в приложении у нас описано, что рядом с каждой фигуркой надо будет делать. Это наше видение было. Тоже возрастное ограничение. Возрастные ограничения, да, 0+. Но жители города уже сами придумывают какие-то свои ритуалы, связанные с нашими девчонками. То есть у всех абсолютно кикимор натертые носы. Мы это не придумывали. Это придумали жители города. И пяточки. Пяточки, то есть выступающие части. Как вообще? Я представила 30 сантиметров. Та же крошечная пяточка. Видео могу показать. Как здоровый дядька-отец. Ага. Подходит и трет вот своим большим пальцем вот эти маленькие носки киморы. Натирает. И дочка там у него на фоне. Мама, папа, подними меня, мне не видно. Натирают крышечку у чайника, чепчику у лягушонка, ладошки. Деньги складывают. Мы даже в этом не думаем. Это фантазия горожан. Они сами уже... То есть город, горожане уже сами строят легенду вокруг этих кикимор. Сами придумывают традиции. То есть мы запустили этот процесс, город подхватил. И это достаточно приятно. Ну это на самом деле прекрасно, что проект заиграл уже без вашей помощи. Зажил, зажил. Зажил, да. Нас это очень радует. Видели, я не знаю, возможно, ну лето, пара отпусков, туризм, все дела. Возможно, вы уже где-то видели в соцсетях какие-то от гостей из других регионов. Кто-то что-то писал уже. Мы регулярно видим и отзывы, и видеоролик, да? Вот Вик, ты как-то нам скидывала. Горожане делают сами ролики. Да, девчонки-велосипедистки, они, причём сами у себя в группе, выложили, объехали всех кикимор, смонтировали классный ролик и выложили у себя в соцсетях. Я это увидела, показала ребятам. Смотрите, говорю, как классно, проект зажил. И мы потом это разместили у себя в соцсетях и увидели, что отклик был очень такой, очень сильный. Люди уже сами монтируют, сами какие-то туристические маршруты строят вокруг этого проекта. Ну и очень это здорово. А ещё слышала такое, что вот гости города приезжают, и вот они там со своими, кто тут живёт, прямо специально идут по маршруту, ищут кикимор. То есть прогулка основана на маршруте по кикиморам. А есть вообще какая-то разница, от какой кикиморки и какой кикиморки надо идти? Да без разницы. На самом деле нет. И в приложении у нас будет тоже предусмотрено возможность идти от любой кикимора. То есть нет определённой входной точки. То есть начинаем с любой. Начинаем с любой, её фотографируем, отмечаем на карте и идём дальше. А что будет дальше? Ну то есть вот ты обошёл все семь, сфотографировался возле каждой, отметился. Там будет приз получишь какой-то. Любовь, удача. Ага. Всё, всё, всё. Вселенная, всё. Будем, да. То, что ты попросишь. Понятно. Возможно, будут какие-то подарки и призят спонсоров. Но это же вот то, что ты любовь получишь, здоровье, Это значит, и ты нет. Это же цене, да. В перерыве, да, говорили о планах, что есть у вас уже какие-то намётки. Все выпытывать. Мы не будем. Понятно, не будем, да, потому что какие-то планы, возможно, ещё не хочется озвучивать. Возможно, есть что-то, что уже можно засекретить. Сейчас лето, пора свадеб. Да, Аня, скажи. Сейчас традиция. Хотим запустить традицию. Жених с невестой не по семи мостам идут, а идут по семи к кикиморам. Кикиморам и просят для своей семьи вот всё, что могут дать кикиморы. Вообще, на самом деле, в этом есть логика в отличие от мостов. Да, яркость, чтобы яркие отношения были в семье. Чтобы любовь была. Любовь была. Семья, искренность, друг с другом, достаток, конечно же. Здоровье. Ребята, молодожёны, ходите по кикиморам, просите, и обязательно всё исполнится, обязательно всё будет. Да, и выкладывайте фото в сетях с хэштегом «Вятская кикимора». Мы обязательно репостнём вас. Хорошая традиция, правда, может зародиться. На самом деле, они очень, правда, очень симпатичные, вот эти фигурки. Единственное, что вот, ну вот я смотрю на кикимору с лягушонком, и я говорю, вот я всё время думаю, а почему она одна? Она такая милая. Почему она одна? Как так? Но с лягушонком. Но она с лягушонком, это понятно, конечно, да. То есть вы предлагаете придумать персонажа. Я думаю, что надо какую-то легенду придумать, чтобы, не знаю, может быть, он там на заработках, но вернётся же всё-таки, да? В современной реалии, да? Так. Мы подумаем. Мы подумаем. Это мы сейчас так задел на будущее делаем. Может, действительно, там в других районах где-нибудь, в Ленинском районе, да? Либо в Аккинске. В Аккинске. Да, в Аккинске и Морске. Не, ну вот на самом деле, мне вот чего, что хотелось бы, да, увидеть, действительно, какие-то такие вещи, ещё, возможно, в других районах города. С одной стороны, вроде бы понятно, что какой-то туристический, пешеходный, да, такой вот прогулочный трафик, он в тех районах. С другой стороны, получается, что вот здесь вот всё. Сконцентрировано. Да, а вот тут вот ничего. И то есть ты вышел в какой-то друг, не знаю, где-то там по Октябрьскому проспекту, где-то ещё чуть подальше погулять, и уже тебе даже, не знаю, сфотографировать что-то. Мне кажется, аллее Октябрьского проспекта, между прочим, тоже место такое, где тоже, ну, можно что-то поставить такое. Ну, там что-то и ставили ведь, ну, из таких вот каких-то малых там архитектур, помните эту собачку ставили, там же, по-моему. Ну, да, Мария, по-моему, да, её ставила. Скамейки вот там какие-то интересные, по-моему. Сейчас же, видите, всё будет зависеть от согласования, с администрацией. То есть, насколько мы сможем сами править это всё. Ну, сейчас с учётом того, что вот успешный опыт. Уже есть кейс, да, С учётом, да. С нами будут более открыто разговаривать. То есть, не как и Вячеслав Николаевич смотрел, только картинки наши, да, весёлые. А тут уже проект реализован, и, наверное, можно говорить, можно говорить уже о дальнейшем его развитии. Дарья вас спрашивала в самом начале, точнее, где-то перед перерывом, про посадочную страницу, да, вот и приложение, которое будет на квест вести. Но у вас ведь всё равно, наверное, в планах есть, что от каждой фигурки можно попасть туда, где там можно прочитать про неё что-то. Да, 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 да. Попадая к каждой фигурке, вы в приложении будете видеть её историю, будете видеть описание, даже голосом будет всё это озвучено. Ну, вдруг кто-то читать не умеет, например, как маленькие дети. Вот. И то есть про неё можно будет прочитать, посмотреть, увидеть этот ритуал, не ритуал, как-то слово, не традиция такая, да, с ней связанная. То есть это всё можно будет посмотреть, и всё, это будет доступно. Ну, а тут уже, знаете, уже в какой-то такой образовательной плоскости, проект превращается. Нет, на самом деле, а почему бы и нет? Ведь у него действительно может быть разное развитие, да? С этой странички, с этой странички в конце концов может ввести, там, я не знаю, ссылка на какую-то страницу с вязкими сказками, с вязким фольклором, там, ещё с чем-то. Какие-то исторические какие-то, то есть на место мы пришли, да, вот это же место связано с какой-то историей, там, может быть, какую-то вкладку с историей можно будет почитать. В конце концов, это всё монетизировать можно? Можно же, наверное, как-то подвязать к этому какие-то объекты, например, для размещения туристов, либо какие-то кафе-рестораны, которые готовы будут включиться в проект, не знаю, там, подавать какой-нибудь борщ по-какиморски, там, ещё что-то. Такое? О, идея. Вот. Мы записываем. Сейчас нас до конца эфира накидаем. Ну, вот посмотрите, да, Вячеслав Николаевич же говорил, что если люди готовы, да, и разворачивать камеры свои, и кто-то даже готов, там, купить свою камеру, и вот этот подход действительно о том, что вот вы попадаете в кадр, какая-то там ваша реклама получается. Ну, мы пока не будем открывать всех карт, я думаю, потому что задумки есть. Ну, я так понимаю, что уже какие-то переговоры ведутся, да, какие-то, может быть, на будущее? На будущее. На будущее у нас пока на уровне идей, пока переговоров мы не ведём, просто думаем о развитии дальнейшего проекта, просто бросать его не хочется, мы видим, как горожане реагируют на него, то есть как вот, насколько он полюбился им, и мы думаем о его развитии дальнейшем. Внутри команды вообще люди довольны получившимся результатом? Да, мы довольны получившимся результатом. Возможно, кто-то захотел поработать. Никого не возьмём, у нас есть своя команда, нас много. Много? У нас, наша команда, она большая, у нас сколько, больше 30 человек, уже всех собирают. Поэтому возможности нет. Своими мы, ребятами работаем, больше брать возможности уже никого нет. Если кто-то хочет что-то подобное реализовать, придумайте свой проект, приходите. И приходите к Вячеславу Николаевичу. Это вариант, да, хороший. Вячеслав Семаков поможет, конечно, да. Подождите, а 30 человек, это разные люди. Вот художники. А, нет, художники, те, кто отливали, это даже ещё аутсорсеры. Да, это подрядчики. А 30 это вот ваша команда, которая искала средства, финансирование, насколько я понимаю. Принимали проект, потом искали средства, потом переживали все, потом все вместе включались в работу, тут выключался, тут снова включался, и вот таким образом за год это всё сделали. На самом деле подрядчиков было, были у нас подрядчики, то есть были художники, были 3D-моделировщики, ребята, там просто целая команда, которая очень классно отработала. Это команда политехнического университета, кафедра, кафедра, сейчас скажу, кафедра обработки материалов, магнистриниринга, что-то там. Очень классные, умные ребята, плюс они же в приложение включились. А это всё на добровольной основе или вы что-то всё равно платили? Это за деньги, да. То есть это было на возмездной основе. Это получилось всё равно дешевле, чем, потому что они тоже вдохновились этим проектом, это получилось чуть-чуть подешевле, но всё-таки это за деньги. Но если не секрет, вообще вот такая частная, да, инициатива, во сколько она обходит? Вылилась. Нам вылилась она в 550, мы собрали 550 тысяч, мы за месяц это собрали. Мы собрали за месяц, да. Да, и деньги ещё не все потрачены, но у нас ещё делается приложение, установка, это все уже, то есть мы понимаем, мы понимаем, что, да, так-то там под ноль выйдет. А собирали по своим или это какой-то краудфандинг подключали? Да вообще, вообще по знакомым просто обзвонили, кто 100, кто 200 рублей, кто 1000, кто сколько мог. Ходили, рассказывали своим друзьям, вот мы такое придумали, и ребята как-то хорошо, горожане откликались на это, да, говорит, давайте я дам денег, классный проект, давайте, ребята, делайте. Я вот не видела, я бы тоже, наверное, поучаствовала с большой радостью. А кто-то вот не поучаствовал, а потом нам сказали, ребят, вот если бы мы знали тогда, что у вас такой классный проект получится, мы бы поучаствовали. И, кстати, бонус тем, кто участвовал в проекте, тем, кто давали денег, в приложении будет отдельная кнопочка, те, кому мы выражаем свою благодарность и прямо списком. То есть, ребята, вы попадаете в историю города, ваши имена будут овековечены, да, назовём это так, в нашем приложении. Спасибо большое нашим замечательным гостям. Мы за проектом Вятская Кикимора будем следить. Ещё раз напоминаю, что появится последняя, пока последняя, там, да, седьмая фигурка. Может быть, дальше будут ещё какие-то мысли, но мы пока не будем об этом говорить, раскрывать все тайны. Виктория Марусова, Анна Чебрина в нашей студии были. Удачи, могу только это сказать. Пусть проект живёт и развивается. Анна, да, благодарим вас. До свидания. И приглашайте нас почаще, мы вам ещё что-нибудь расскажем. Хорошо. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok